Бережливая поликлиника Еженедельное плановое совещание в администрации Военком о весенней призывной кампании Викторина. Всем есть место на этой планете. А теперь подробнее об этих и других новостях. В 39 регионах нашей страны в сентябре 2017 года стартовал проект «Бережливая поликлиника». Первыми в него вошли Ярославль, Севастополь и Калининград. Цель проекта – оптимизировать деятельность лечебного учреждения на различных уровнях, изменить принципы работы регистратуры, установить современное оборудование. В Десногорской медсанчасти также внедряются эти технологии. Подробности в нашем сюжете. Проект реализуется при финансовой и организационной поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС». На эти цели направлено 10 миллионов рублей. Были выбраны три пилотных направления – оптимизация работы регистратуры, процесса забора крови и лабораторных анализов. В нашей медико-санитарной части в регистратуре поликлиники для взрослых установлено электронное табло с расписанием врачей. Налажена работа многофункционального телефона, оборудованы новые места для ожидания посетителей. Буквально недавно налажена система «Электронная очередь». Пока не все пациенты справляются с новой системой работы медсанчасти. Сотрудники лечебного учреждения помогают им в этом разобраться. Я им объясняю, какие у нас есть тут функции, куда нажимать. Ну, молодые справляются побыстрее, конечно. А уже в возрасте люди, они сначала не понимают, ну, кто не слышит, кто не видит. То есть я им помогаю, объясняю, к какому окну им надо подойти. Реакция населения нашего города, несмотря на все удобства, абсолютно разная. Нам нравится этот проект, потому что удобно и в регистратуре, то есть нет очередей, нет ора, вот этого, как обычно. Но людям не нравится, им непривычно. Они сравнивают вот эту программу со Сбербанком. То есть они сразу им это все напоминают. Они могут присесть на стуле, посидеть, подождать, когда их вызовут. Но в основном пациенты довольны нововведениями, произведенными в медсанчасти. Пришла свободно, взяла талон, с тела посидела, отдохнула. Сказали, можно подойти. Меня вызвали, сказали, к какому окну подойти. Очень хорошее электронное табло. Все видно, с плохим зрением нам всем. Очень удобно, подходишь, прочитаешь все, что нужно. Очень даже довольна таким обслуживанием. Конкретные изменения, меньше народа стало, очередей меньше, обслуживание быстрее проходит. Очень нравится все. Пациента поток в нашей больнице достаточно большой, особенно по понедельникам. Только на этой неделе регистратура приняла около тысячи посетителей. Но с новой системой работы это не проблема. Проект «Бережливая поликлиника» направлен не только на заботу о пациентах, но и на создание комфортных условий для персонала, за счет чего в разы сократились очереди в регистратуру и время ожидания. Привредительные новые современные компьютеры. То есть, каждое рабочее место компьютеризировано. И имеет возможность каждый регистратор работать с одним пациентом. То есть, все эти компьютеры подключены к системе. Можно сразу видеть и рабочее место, и записывать пациента на прием к какому-то врачу. Новые мебели им приобрели, новый стол, новые кресла, новые стеллажи, более эргономичные, которые вмещают большее количество карт и между ними больше расстояния. То есть, регистраторам удобнее работать. Для повышения качества забора крови введена талонная система, открыт дополнительный процедурный кабинет. В одном из них мы проводим забор пациентов, которые наблюдаются у врачей с какими-то хроническими заболеваниями, получающие лечение, обследование. В другом кабинете мы проводим забор крови у пациентов, которые пришли на диспансеризацию, периодический медосмотр, входной медосмотр. С появлением в клинико-диагностической лаборатории современного биохимического анализатора сократилось время на обработку анализов. Перечень лабораторных исследований крови стал более обширным. Появилась возможность сдать анализ на такой жизненно важный показатель, как гликированный гемоглобин. Переходный период и адаптация пациентов продлятся еще на протяжении месяца-двух. В течение этого времени сотрудники медсанчасти будут оказывать техническую и информационную помощь населению. Через Смоленск прошел бронепробег, посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Он проходит по городам России уже второй раз. Участники патриотической акции «Дорога мужества» направляются в крепость Герой Брест. 17 единиц бронетехники, советские танки, БТРы, автомобили эвакуации проехали по центральной площади Смоленска. Участники пробега почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной, возложив цветы к вечному огню в сквере памяти героев, а затем отправились в Оршу. Всего они проедут 2300 километров, чтобы на рассвете 22 июня оказаться в Бресте. В администрации города прошло плановое совещание. Из нашего сюжета вы узнаете о предстоящих культурных мероприятиях, о состоянии теплосетей города и об уровне безработицы в Десногорске. Проводил совещание исполняющий обязанности главы Александр Новиков. Как доложил генеральный директор МУП ККП Вячеслав Седунков, в многоквартирных домах идет ремонт крыш и герметизация швов. Дефекты на теплосетях второго микрорайона устранены. В настоящий момент город стоит на циркуляции. Отключены от горячего водоснабжения потребители 8 и 7 микрорайонов в связи с ремонтными работами проводимых смоленсказанных станций на магистральной системе номер 2. В городе пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 21 июня в 18.00 на городской администрации состоится ретро-вечер. Завтра была война. 22 июня на территории Кургана Славы с 10 до 12 пройдет возложение цветов и венков, а также всероссийская акция «Свеча памяти». За прошлую неделю в Центр занятости Десногорска обратились 23 человека. Трудоустроено 12. Всего на учете 112 человек. Безработица в городе составляет 0,68%. Осторожно, дикие животные. В регионе за последнее время произошло 79 дорожных аварий из-за выхода сахатых на проезжую часть. Годами сложившиеся тропы миграции этих млекопитающих отмечены дорожными знаками, призывающими водителей снизить скорость. Однако водители не всегда сбавляют обороты. Напомним, если ось был сбит в зоне действия знака, водителю придется выплатить большой штраф – 80 тысяч рублей, за беременную самку – 200 тысяч рублей. Летом животных на дорогах станет меньше, считают специалисты. Однако осенью, когда у осей начнется гон, угроза на проезжей части снова станет серьезной. В июле завершится весенняя призывная кампания. Военком Сергей Сибелев расскажет, сколько десногорских ребят вступят в ряды Вооруженных сил России. Призывная кампания 2018 заканчивается 15 июля. Уже на комиссию прибыло 94 человека. Десногорский военкомат по заданию должен призвать на службу 35 будущих воинов. Ребята есть, ребята желают, ребята хотят проходить военную службу. Некоторые ребята хотят проходить после высшего учебного заведения, сразу по контракту заключают. У нас таких два человека. Задачу весенней призывной кампании Десногорск выполнит. В детских садах сейчас активно проходят уроки по изучению правил дорожного движения. С каждым годом интенсивность движения транспорта увеличивается, и поэтому проблема обеспечения безопасности на дорогах очень актуальна. Педагоги детского сада «Ласточка» проводят работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей. Это экскурсии по городу, изучение дорожных знаков, игровые программы в группах и на улице, загадки, тематические ребусы. Всё для того, чтобы в экстренной ситуации полученные знания помогли ребёнку. 20 июня ребята из лагеря второй школы приняли участие в игровой программе «Всем есть место на этой планете». Летний период в жизни детей, время восстановления сил после учебного года и творческих открытий. Сотрудники Центра культуры и молодёжной политики активно вовлекают ребят в творческий досуг. Они придумывают различные по содержанию конкурсы, проводят викторины и беседы в игровой форме. И главная задача для взрослых, чтобы дети могли проявить себя, и им было комфортно и интересно. В этот раз встреча была посвящена толерантности между людьми. Беседу под названием «Всем есть место на этой планете» провела заведующая отделом по работе с детьми Мария Рвачёва. Сейчас в современном мире одним из приоритетных задач, которые ставит государство в деле воспитания подрастающего поколения, это борьба с экстремизмом и ксенофобией. И вот сегодня мы постарались в игровой форме показать ребятам, как им необходимо уважительно относиться друг к другу, как необходимо доверять друг другу, выражать доброту по отношению друг к другу, независимо от национальности, от социального статуса. Ребята выполняли увлекательные задания. Например, каждый должен был сказать своему другу комплимент и дать дружеский совет. Были затронуты вопросы, как правильно ознакомиться, разговаривать со старшими, относиться к животным. Очень нравится. Тут очень добру. Ну, что нельзя делать, что можно делать. Это очень интересно. Мне это поможет, чтобы отмечаться с одногласниками на работе. Я узнала много нового о том, много новых слов добрых, то, что у меня появилось здесь очень много друзей, и с ними очень дружно играть, веселиться и танцевать. В конце мероприятия ребята нарисовали на бумаге улыбки и подарили их друг другу. Борьба с терроризмом и экстремизмом – одна из приоритетных задач в деле воспитания подрастающего поколения. 9 июня на территории скейт-площадки Десногорска прошла станционная игра «Мы за безопасность». Мероприятие было подготовлено сотрудниками Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами города. Участниками игры стали воспитанники летнего оздоровительного лагеря первой школы. Ребята проходили станции с заданиями, участники соревновались в силе и ловкости, проигрывали различные экстремальные ситуации и способы выхода из них, отвечали на вопросы о правах ребенка. Путешествие по станциям получилось увлекательным и познавательным. В завершении мероприятия дети получили сладкие призы. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы сможете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин